Лето 430 года. Король Гензерих отказался покинуть Африку. Слабая армия Бонифаса потерпела поражение. После этой победы войско вандальского короля занялись грабежом всех семи плодородных и густонаселенных африканских провинций от Танжера до Трепали, называемых Житницей Рима. Они жестоко карали жителей за малейшее сопротивление, но убийство одного варвара отвечали истреблением целых городов. Особой жестокостью отличались угнетавшиеся ранее мавры и пострадавшие от религиозной нетерпимости донатисты. После своего поражения Бонифас укрылся в городе Гиппоне, тотчас же осажденным вандалами. Его старый друг Августин и епископ города был болен. Он теперь считается первым большим христианским философом. Является одним из наиболее уважаемых святых католической церкви. Тогда ему шел 76-й год. За его плечами была жизнь, полная размышлений и не избавленная от ошибок. Августин родился в городе Тагасти в Африке. Его мать Моника была примерной христианкой. А отец Патрисиус оставался верен традиционным для язычников богам. Родители часто спорили о воспитании сына. Но Патрисиус сделал все, чтобы сын получил хорошее образование. Как пишет Августин в своих исповедях, в молодости он вел жизнь, приводившую в отчаяние его набожную мать. Рано женился, став преподавателем риторики, примкнул к манихейской секте. Жил в Риме и Милане. Но став 32 года на путь служения Богу, он стал вести самую примерную по христианским нормам жизнь, посвященную борьбе против перетеков всех направлений манихейнцев, пелагеинцев, донатистов и других. Граф Бонифас пришел наведать больного друга. Епископ лежал и что-то диктовал своему секретарю. Рядом сидел его друг Пассидиус, епископ города Калава. Августин грустно посмотрел на графа «Мой сын, Африка в пламени». Эти еретики и безбожники творят невиданные жестокости. Только истинная вера в Бога может спасти человечество. «Я хочу тебе посоветовать». Голос Августина стал еще слабее. Слуга дал ему выпить. Бонифас сжался в ожидании совета святого человека, которому было невозможно отказать. «Я хочу тебе посоветовать поговорить с женой». От неожиданности граф вздрогнул, и епископ внимательно посмотрел ему в глаза «Попроси, чтобы она отпустила тебя служить Богу». Она могла бы поехать в Испанию к своим богатым родителям. «Ведь там сейчас нет вандалов». «Зачем тебе плотские наслаждения?» «Если ты это сделаешь, то Бог услышит твои молитвы, простит твои ошибки и грехи». «Ты мог бы спасти от варваров Африку». Бонифас выпрямился. «Нет, я не могу стать монахом. Я должен командовать армией, чтобы сражаться против врагов империи. Спасти Африку, Испанию, всю империю». Августин сказал медленно. «Но громко ты будешь продолжать командовать своей армией, но как истинный воин Христа». «Ты бы мог стать великим основателем христианского государства, поддерживаемого воинствующей церковью». Увидев растерянное лицо своего друга, епископ не стал больше настаивать. «Ты мало думал об этих вопросах, хотя мы много беседовали». Чтобы это вошло в твою душу, надо читать и думать над каждым предложением. Я тебе даю мои труды, более двухсот книг и трактатов по различным вопросам христианской теологии. «Подробные комментарии к Евангелиям и разъяснения псалмов и многое другое». Бонифас невольно воскликнул. «Но у меня не будет времени прочесть все это». Лицо Августина исказилось как от сильной боли. Граф прикусил язык и участливо посмотрел на своего друга. Епископ протянул ему одну книгу. «Прочитай это и оставь себе на память». Это сокращенная копия моего «Града Божьего». Специально адаптированная для тебя. Мне осталось жить совсем немного. Прошу тебя спасти с моим другом Посидиусом все мои книги и передать папе Римскому. Приходи иногда беседовать со мной. Может быть, ты еще найдешь путь к Богу. Августин умер 28 августа 430 года на третьем месяце после начала осады Яппона. Осада длилась 14 месяцев. Город снабжался по морю. Вандалы сожгли и разграбили все в окрестных провинциях. Их армия начала голодать и была вынуждена снять осаду. Византийский император Теодос отправил по просьбе власедей генерала Аспара с армией и флотом. Однако, объединенная армия под командованием графа Бонифаса, выступившая против Гензериха, проиграла сражение. Африка была потеряна. Остатки войск в спешке садились на корабли. Жителям Япона разрешили занять на кораблях место убитых или попавших в плен солдат. В минуту горя и паники Бонифас не забыл своего умершего друга. Все книги и труды Августина были спасены. Продолжение следует...